Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. Время в Чикаго 8.30 утра, время московское 16.30 дня и сегодня у нас гость студии Наталья Рэми и очень интересная программа о общении с высшими силами. Наталья учитель и прошла сама очень и очень много курсов и даже была, чего она не хочет вспоминать почему-то, но она была в Теософском обществе Елены Блаватской, что я считаю все-таки надо упомянуть. И очень реализованный человек, те, кто с ней не знаком, советую познакомиться. У нас на сайтах есть информация о Натальи. Ну а сегодня эта передача посвящена курсу, который Наталья ведет уже в течение 7 лет. Сейчас о нем будет сама, естественно, рассказывать. Мы, правда, будем беседовать. И это возвращение силы своему энергетическому полю. Это то, что, наверное, будет более-менее понятно, а то, что будет, может быть, эзотерически и парапсихологически непонятно, это как получить помощь из высших сфер. То есть речь идет об ангельской медицине. То есть ангельские – это ангелы, которые нам помогают, во всяком случае, обрести свою высшую силу. Ну, она сама расскажет. Может быть, я что-то не так и не то сказал. Но вот именно о мастерстве преобразования, как можно совершенствовать свою жизнь, будет идти речь. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, давайте тогда вы нам будете рассказывать, что это такой за семинар интересный и как можно получить из высших сил информацию, которая будет всем нам помогать. Я занимаюсь уже 7 лет с учителем, который проводит курс, который по-английски называется Mastering Alchemy, а по-русски я это перевожу – Мастерство преобразования. И вот мы наметили с Мишей проводить здесь у него в центре Сангейт, в этом замечательном центре, куда приходят люди, стремящиеся к самосовершенствованию, проводить первый уровень этого курса. Я пришла к этому курса не сразу. Путь был долгий, и я хочу его рассказать немножко, потому что это будет интересно послушать тем, кто шёл последние 15 лет вместе со мной, примерно тем же путём. И тем, кто шёл в эту точку, когда начинаешь понимать, что дух, а духотворённость твоей жизни, твоего тела необыкновенно важна. Я начну рассказывать с Руперта Шилдрейка. Есть такой учёный, который известен тем, что своей теорией струн, я не буду вам рассказывать про теорию струн, это чисто научно, я этого не знаю, но вы все, наверное, знаете эту теорию под другим названием. Это называется теория сотой обезьяны. Расскажу вкратце тем, кто немножко забыл. Сотой обезьяны. На каком-то острове, совершенно уединённом, в огромном океане, учёные решили провести такой опыт. Они решили научить одну обезьяну мыть батат, который она выкапывала из земли, мыть в ручье от песка. Научили, хорошо. Потом научили 10 обезьян, 20, 30. И когда научили 100 обезьян, то совершенно неожиданно все другие обезьяны на этом острове начали мыть тоже батат от песка перед тем, как кушают. Которые не видели, как обучались тех 100 обезьян. Они их не присутствовали при этом. Но неизвестно как и почему они тоже стали мыть эти бататы. Они стали их мыть именно в соответствии, так как учили вот этих вот, причём не 99, почему-то а 100. Так называется теория. Самое интересное, что на всех других островах этого океана, совершенно изолированных, где даже учёные не приезжали, все обезьяны тоже начали мыть батат от песка перед тем, как его кушать. О чём говорит учёный Шелдрейк? Он говорит, что у каждого вида обезьян, человека, пчёл, муравья, кого угодно, есть над нами некое информационное поле, поле сознания. Он называет его в своей теории морфное поле. Я буду называть информационное поле. Куда поступает информация, поступает сознание от каждого индивидуума этого вида. И когда наступает некая критическая масса, которую он условно называет, 100 берёт цифру, тогда эти знания делаются абсолютно доступны всему виду. Почему я начинаю с этой теории? Потому что я считаю себя вот этой вот обезьяной, которая хочет попасть в число 100 для того, чтобы те знания, которые получаю я и получила на своём пути самосовершенствования, стали доступны всем. И делаю я это тем, что сама учусь и тем, что провожу свои занятия. Наталья, это, наверное, не в тему, но это было бы любопытно знать нашим радиослушателям и телезрителям. Вы не только в этой сфере, не только хотите попасть в сотую обезьяну. Вы посещаете регулярно институт, очень известный институт в мире, институт Монро, который занимается тем, что, так сказать, past life regression, да, то есть анализирует прошлые жизни и даёт возможность человеку, который пытается этому научиться, так сказать, получить информацию. То есть вы пытаетесь получить информацию, как я понимаю, не только вот с этих высших сфер, но, вообще-то говоря, отовсюду. Для чего вам нужна вот эта информация, скажите? И для чего она нужна нам, простым людям, которые, вообще-то говоря, об этом первый раз слышат и которые хотят прийти к вам на ваш курс? Конечно, расскажу. Это очень важно. Я читала много книг и прошла много учителей. И попала, в конце концов, в Монро, который занимается исследованием сознания. Вот я про сознание и буду сейчас рассказывать дальше, как развивалось моё сознание. Лет 15 тому назад я попала в книжный магазин «Остап», где мне посоветовали купить книжки Александра Свеша. Какие замечательные названия! Боже мой! Как стать богатым? Что делать, когда всё не так, как хочется? Как получать информацию из тонкого мира? Боже мой, это же то, что хочется, то, что надо. Как формировать события с помощью мысли. А я к этому времени уже знала, что мысль материальна. Кстати, о развитии сознания. 25 лет тому назад, выступая в радиостанции «Юность», я говорила «мысль материальна». И сидящий напротив меня оператор показывал мне пальчиком у виска, крутил. А сейчас, когда я вам говорю «мысль материальна», вы скажете «ну и что? Подумаешь? Удивила!» Мы это и без тебя прекрасно знаем. Это пример того, как за 25 лет сознание человечества расширилось. Да, не все этой информации доверяют, будем так говорить. Какая материальна? Ну, во всяком случае, это уже известно. Материальна наша, любимая, толстая, худая, красивая, некрасивая тело, которую мы видим в зеркале. А мысль, как можно увидеть, как можно пощупать, этого нет. Хотя, кстати, сегодня замеряют. Сегодня замеряют торсионные поля, вот это вот всё, да? Мы сделаем такое допущение, что каждый из нас состоит не только из мяса и костей, но ещё у нас есть некая невидимая нас часть, которая состоит из наших мыслей, эмоций, переживаний, чувств, состояний каких-то. Вот это невидимое, которое нельзя пощупать, она у нас есть. Итак, будем вернёмся к Свияшу. Очень всё понравилось, книжки все прочитала, начала всем дарить, думала, вот он, ключ к счастью. Сейчас все прочитают и будут счастливые, богатые, здоровые. Тем временем Александр Свияш, который писал эти книжки, продолжал их писать, и он создал свою Академию Успеха, которая стала очень популярна. И здесь у нас в Америке появился её филиал. Приехал учитель оттуда. Учитель была очень интересная женщина, которая рассказывала не только о том, как быть богатым и счастливым с помощью мысли, она ещё сама шла по пути самосовершенствования. И однажды на занятиях она рассказала нам про некого художника по имени Янош, голландский художник Янош, с которым произошла такая удивительная история. Ему вдруг стал снится сон, какая-то картина, очень непонятная, какие-то круги, сферы, треугольники, геометрические фигуры. Он не знал, что с этим делать. Мучился и мучился, взял её, нарисовал. Ух, всё прошло замечательно, спокойно спал ночь. Потом бум, следующее, не даёт спать. И таким образом, не зная, что с этим делать, это было давно, 15-16 лет тому назад, он нарисовал огромное количество картин. И, не зная, что с этим делом, он спросил друзей, ну что с этим делать, что это такое, я даже не знаю. Тут ему сказал, послушай, ну у нас уже есть интернет, уже 2002 год, выстави на интернете. Кто-то, может, что-то узнает. Он так и сделал. И действительно, кто-то узнал эти картинки и сказал, батюшки мои, да это же круги на полях, которые появляются в Англии и в других странах. Это абсолютно одно и то же. На этой веб-сайт поместили фотографии картин Яноша и круги на полях сайд-бай-сайд, рядом, для того, чтобы их можно было увидеть вместе и сравнить. И это было феноменально, потому что это было абсолютно одно и то же. Только у Яноша картины в цветах и на плоскости, а круги на полях, они без цвета, но они объёмные. Таким образом, возник вопрос, а кто это всё делает? Картины, круги на полях. Янош, который к этому времени стал уже очень знаменит, сделал несколько докладов ООН, издал огромное количество своих картин, книг. Сейчас он ездит по всему миру, бывает и на Украине, и в России, его там любят, он проводит семинары. Но вот тогда, тогда, ещё 15 лет тому назад, он решил запросить, раз уж он стал такой, как бы, то ли ясновидящий, то ли контактёр, непонятно, кто даёт информацию. Пришёл ответ – арктурианцы. Появилось новое слово – арктурианцы. Так вошло, я рассказываю про себя, в моё сознание… Это пришельцы, нет? Слово арктурианцы, не знаю, что это такое, плеядинцы, но самое главное, к чему я клоню, вошло в нашу жизнь, в жизнь мою, моей семьи, всех, кто занимался в это время со мной рядом, слово «сакральная геометрия». Оказалось, что все эти картинки – это сакральная геометрия. И мы ужасно этим всем заболели, стали об этом читать, слушать, искать. Время шло. Однажды в этом моём любимом магазине «Книжный мостап» мне предложили купить книжку, такой толстый двухтомник, и сказали, это про сакральную геометрию. Я подумала, вот она, вот такая толстая книга, здесь вся информация про сакральную геометрию, написал какой-то, ну, совершенно невыговариваемый автор, зовут его Друнвала, Мелхиседек. Эту книжку я купила и подарила её своему мужу, которому я считала, который интересуется сакральной геометрией. Было как раз 8 марта, подарок пришёлся вовремя. Он сказал, да, конечно, я буду её читать. И положила эту книжку на тумбочку, и пролежала она там два года. Я честно пыталась её прочитать, дальше первой главы пройти не могла. Да, трудно читать Друнвала. Через два года я вытирала пыль и взяла эти книги опять в руки. И читала уже, не отрываясь. Я поняла, что я доросла до этой информации, как растёт наша душа. И, знаете, помните у Владимира Высоцкого в песне про свадьбу сидит невеста вся в прыщах, созрела, значит. Вот я хочу сказать про себя. В тот момент я, видимо, созрела до информации, которую давал Друнвала. Он писал и про сакральную геометрию, о том, что она в нашей жизни, мы состоим из неё, вселенная состоит из неё. Самое главное, он написал, кто мы такие, зачем мы пришли сюда, в этот мир, что мы тут делаем, куда потом денемся. Это было так захватывающе, так интересно. Наталья, я хочу сказать, Вы с таким вкусом, я бы так сказал, рассказываете, действительно, это так вкусно слушать, рассказываете о Вашем семинаре и о том, как Вы к этому подошли, что, я полагаю, так многим захочется поприсутствовать. Вы скажите, вот этот семинар, это семинар, надо приходить обязательно в офис, смогут ли получить, поприсутствовать, будем так говорить, на этом семинаре, люди, которые не могут прийти, это люди из других городов стран, к примеру, или с отдалённых районов. Что это за семинар и скольки занятий? И я хочу ещё раз напомнить, у нас этот семинар состоится в воскресенье, правильно? Он будет по воскресеньям, два раза в месяц, то есть через воскресенье, в пять часов вечера в центре Сан-Гейтс. Окей. Я сейчас подойду к семинару. Мишенька, дай мне ещё одну минуту, пожалуйста. Давайте, потому что у нас время эфира не очень, так скажем. Да, хорошо, я перехожу. Значит, от сакральной геометрии. Да. У Друнвала я ещё узнала не только про сакральную геометрию, а такое слово впервые услышала, как переход. Оказывается, наша планета Земля переходит из некоего сознания третьего измерения в некое сознание пятого измерения. И это тоже феноменальное знание. Это то, что мы называем квантовым переходом, да? Да-да-да, это вот квантовый переход, который теперь всем уже, у всех на слуху. Да, мы уже перешли, на самом деле, кто-то, конечно, не знает об этом. И вот, будучи вовлечённой в эти новые знания переход, сакральная геометрия, я узнала, что к нам в Чикаго приезжает учитель. Друнвала? Учитель. Нет, к Друнвала я собиралась ехать в Аризону. Пока собиралась, приехал другой учитель. И на него пошли все мои знакомые. И я пошла с ними за компанией. Его зовут Джим, а фамилия у него Селф. Он ведёт курс, который тоже что-то такое про сакральную геометрию, что-то такое про переход, и что их объединяя из Друнвала, и тот и другой, умеют каким-то образом получать информацию от ангелов, от архангелов, от вознесённых мастеров. Это их такой дар по жизни одного с детства, другого. Мне было интересно. Я пришла к нему на презентацию, к Джиму, это было 7 лет тому назад, и осталась с ним до сих пор. Почему? Потому что курс, который он преподавал, он был не только про сакральную геометрию, он был не только про переход, он был про нас с вами, про меня, про моё сознание, о том, как мне с помощью своих мыслей, своего сознания быть счастливой, здоровой, богатой и так далее. Но самое главное, что меня очень тогда купило, может быть, и вам это тоже понравится, он сам не придумал этот курс. Этот курс, поскольку он умеет делать ченнелинг, этот курс ему надиктовывают архангелы, вознесённые мастера. Мне это очень тогда импонировало, импонирует до сих пор. Прозанимавшись у него 7 лет, я получила разрешение, я сертифицированный преподаватель, преподавать первый уровень этого замечательного курса, который я начну в это воскресенье, 18 сентября, в 5 часов, в Сангетти. Приходите всем, кому это интересно. Первый час – это бесплатная презентация. Ещё раз об этом курсе более подробно. Как можно изменить свою жизнь, как можно жить в этом мире, в этом шуме этого мира и сохранять своё внутреннее спокойствие. Очень интересная информация, которую нигде особенно не... Вы в школе нас этому не учили, короче. И я хочу сказать... Да, нас и в институте этому не учили. И в институте не учили. И я хочу сказать, если кому-то не подходит расписание по воскресеньям, я хочу сказать, что я сама занималась, никуда не ходила. Нас несколько тысяч человек по всему миру, мы занимались у Джима Селфа, на телефоне, conference call, или на компьютере. А если проспал или не смог прийти конкретно на этот урок, то утром присылали файлы, аудиофайлы с записью. И можно было слушать их в течение недели до следующего занятия, сколько угодно. То же самое буду делать и я. Кто не может прийти, будет слушать мои файлы. Десять занятий, может, двенадцать. То есть, будем говорить так, кто не может прийти, ну, во-первых, у нас есть возможность подсоединить людей на интернет. То есть, это будет означать о том, что мы дадим ссылочку, и люди могут присутствовать на интернете каким-то образом, да. Ну, условия, условия мы обговорим. Давайте, дорогие друзья, я вам дам сейчас два телефона. Один телефон центра Сангейтс, это 847-226-9956. А у нас есть скайп. Сангейтс 1-0-8. Сангейтс по-английски это солнечный ворот на конце буква С. Сангейтс 1-0-8. Это та самая 108, это не сотая обезьяна, это 108. Но это сакральное число, да, потому что, так скажем, вот если мы хотим чего-то добиться, нам надо вот это все сделать 108 раз считается. Ну, практически это то же самое. 100-108. И у нас все тогда получится. Так что, да, вы можете с нами пообщаться. Эта программа будет выложена в YouTube и на Facebook. На странице центра Сангейтс и на странице Натальи Реми. Мы там дадим всю информацию. Телефон для регистрации, это прямой телефон Натали, это 847-220-4547. 847-220-4547. Код страны 1. Вы можете подсоединиться. Если вы, вам это интересно, ну, вы позвоните, или там будет e-mail, вы пришлете e-mail Натали, или еще раз обратитесь к нам, и все условия вам будут рассказаны. Мы попытаемся, перед началом этой программы, этого курса, первого занятия, которое будет в воскресенье в 5 часов вечера, по времени города Чикаго. Не знаю, смогут ли подсоединиться люди, которые живут на территории России, у них уже будет час ночи, но, тем не менее, в записи вы можете послушать. Мы попытаемся сделать еще одну программу, что у Натали есть, вот тут я вижу, много всяких картинок интересных, и вот эти вот картины, картинки она хотела бы показать. Я полагаю так, что мы еще раз встретимся, и мы запишем, и посмотрим визуально эти картинки на экране. Ну, а эту программу, мы попробуем эти картинки все-таки поставить, и вы сможете увидеть их на программе, которая записывается в YouTube, так что в записи вы увидите эти все картинки. Наталья, значит, огромное вам спасибо. Я хочу сказать, что дети будут проходить на русском языке, хотя сама-то я все это всем лет на английском. И в этом ценность моего курса, что он на русском. Ну да, на самом деле, действительно, курса на русском языке нет. Его не существует, поскольку Jim Self проживает в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что он англоговорящий, и это действительно уникальная вещь, потому что, ну, будет действительно на русском языке и кому интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Наташа, все. Хочу подсеркнуть, это не разовое занятие, это курс, состоящий из 10, а может даже из 12, если я уложусь. Это не просто встречи, да, это встречи медитации. Это встречи медитации. Это очень интенсивные занятия, очень, примерно полтора часа состоят из огромного количества информации каждое занятие, из медитации, в которой мы прорабатываем эту информацию. Понятно. Хорошо. Ну, еще раз повторяю, будет вопрос, и мы на них ответим. Ну, а сейчас я благодарю вас, Наташа, за ваше время и за то, что вы раскрываете такие интересные вещи, которые, без сомнения, полезны. На самом деле, это уже не первый курс, который вы проводите, в том числе и на нашей территории, и всегда он вызывает огромный интерес. Просто сегодня мы его делаем в несколько ином формате, то есть для тех людей, которые хотели бы, но не могут физически прийти к нам в офис. Спасибо большое за то, что вы предоставляете мне свою прекрасную территорию. Это пространство, наполненное любовью, сердце и устремлением к высоким вибрациям, к высоким сферам. Ну, тем более, слышит это приятно такого реализованного человека, как Наталья Реми, которая у нас сегодня гость нашей студии. Я благодарю вас еще раз, Наташа, благодарю, дорогие друзья, которые слушают нас сейчас и которые будут слушать нас в записи. Всего вам доброго. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.